Синоптики вновь обещают магнитогорцам обильные снегопады. Между тем, с последствиями прошлых осадков в городе справились еще не до конца. Если автомобили могут передвигаться по расчищенным дорогам, то у пешеходов проблем куда больше. В трудностях перехода убедилась Елена Старостина. Чтобы перейти пешеходный переход на этой проезжей части и спуститься на дорогу, нужно проявить чудеса эквилибристики, а потом успеть перейти дорогу до того момента, пока не загорится красный свет. Проезжая часть по улице Московской широкой и так называемый островок безопасности особенно необходим. Вот только в зимний период Иоанн стал не самым безопасным местом для пешеходов. Чтобы подняться или спуститься на пешеходный тротуар, приходится потрудиться. За зиму тут появились даже псевдоступени. Особенно тяжело пожилым горожанам. Вот эти самые, не посыпаны песком или хотя бы не одолблены. Идешь вот так вот, лишь бы это самое, гусиным шагом, шашком, мельным. И таких спусков и подъемов огромное количество по всему городу. Где-то дорожные работники выдолбливают ступени, где-то посыпают песком. Но иногда случаются и иные проблемы. Так, после расчистки снега на этом участке Советской была засыпана пешеходная дорожка. Обойти огромную кучу снега можно лишь по проезжей части. Здесь снег лежит уже длительное время. Хотя в администрации города утверждают. Существуют ГОСТы, нормы и правила, согласно которым все это делается. То есть есть поэтапность работ, есть сроки на устранение определенных видов работ, на выполнение, так сказать. Поэтому все делается друг за другом. Невозможно одновременно сделать три вида работ одновременно. Они имеют свою последовательность. Так, даже если подходы к остановкам и пешеходным переходам засыпаны снежным валом, после грейдерной очистки проезжей части его должны убрать в короткие сроки. Однако приступить к работе не смогут, пока грейдер не пройдет всю улицу. Нам очень сильно мешают машины припаркованные на всех дорогах. Это вообще большая проблема на сегодняшний день. И мы вынуждены, допустим, формировать эти валы в ночную смену. И в зависимости от длины улицы этот вал сформирован, допустим, к 7 утра. Когда одна смена закончила работу, и уже вторая-другая смена этой же подрядной организации выходит и доделывает. И поэтому бывают такие моменты, когда люди с утра едут на работу, они уже видят вроде как проблему в этом снежном вале, да, там, перейти от остановки и сесть в трамвай. А это просто временной, ну, какой-то имеет временной промежуток, когда разная смена доделывает друг за другом последовательно определенный вид работы. Вот и все. То есть, конечно же, мы следим за тем, чтобы эти снежные валы убирались как можно быстрее. Администрация, которые мы видим, что мы видим, Администрация следит за качеством работы подрядчиков не только на проезжих частях, но и на участках, предназначенных для пешеходов. Поэтому горожан просят сообщать о проблемных участках в группах администрации города в социальных сетях или в управлении капитального строительства. Тем временем в Магнитогорске вновь начались снегопады. Это значит, что большая техника выйдет на расчистку дорог. А вот пешеходам, видимо, вновь придется подождать и проявлять чудеса сноровки. Елена Старостина, Виктор Исаев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.